Доброе утро, друзья! В эфире ежедневные новости. Профессиональное сообщество признало жилой комплекс Дубровская Слобода лучшим строительным проектом в Москве. Жилой комплекс получил престижную премию ТРЕФИ. Организаторы Международная выставка недвижимости Дом-Экспо и Ассоциация инвесторов Москвы присудили жилому комплексу награду как лучшему строительному проекту в сегменте бизнес-класса в Москве. Сегодня вечером на телеканале НТВ стартует цикл документально-художественных фильмов «Крутые нулевые», посвященных истории современной России. Комментарии Сергея Полонского для этой передачи читайте в ЖЖ. Московский арбитражный суд отклонил иск Виктора Батурина о признании недействительным сделке купли-продажи 100% акций компании Интека. Напомню, что на данный момент компания принадлежит бизнесмену Михаилу Шишханову. Банк ВТБ заберет себе портфель девелоперских проектов компании «Кузнецкий мост девелопмент». Один из самых крупных проектов компании – торгово-развлекательный центр «Ривермоу» общей площадью 260 100 квадратных метров находится около станции метро «Автозаводская» и «Тульская». Дом свыше 1000 квадратных метров и машина мощнее 250 лошадиных сил. Именно это Минэкономразвитие предлагает считать роскошью и облагать дополнительными налогами. Для собственников таких домов налог не будет обременителем, пострадают лишь владельцы мощных поддержанных машин, считают эксперты. Столичная мэрия выпустила путеводителей по российской столице. Путеводители включают в себя пять тематических экскурсий с фотографиями и подробным описанием достопримечательностей. Издание общим тиражом более 600 тысяч экземпляров планируется распространять на международных выставках. Это был краткий выпуск новостей. Будьте в потоке, друзья! Удачного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова